Скоряд дальнобойный, центральная наводка, на пристрелке первая башня, левое орудие ТОВС, темп 20 секунд. Команда ТОВС означает приготовиться к выстрелу, пристреливаться или бить на поражение, решал комбат майор Георгий Александр. Из подземного командного пункта на 30-й береговой батарее он управлял артиллерийским огнем. Легендарная «тридцатка», как прозвали ее в народе, обороняла северную сторону, служила надежной преградой на подступах к Севастополю, потому у противника так и чесались руки ее обстрелять. Непосредственно этим снарядом обстреливали нашу батарею. Это снаряд, донная часть его. Предположительно, он не разорвался, но сдетонировал авианалеты. И вот его донная часть осталась у нас. Что, идя в атаку, бойцы обещали себе и родине. Клятва словно до сих пор звучит голосами погибших, непобежденных. Если не достанет врага наш дальнобойный снаряд, мы будем уничтожать его из пулеметов, гранатой, винтовкой, саперной лопатой, всем, что попадется под руки. Так и было. Здесь был рукопашный бой. По воспоминаниям немецких ветеранов 133-й пехотной дивизии, три бойца наших вышли из один из котельной группы с гаечным ключом, второй из лазерета с топором и третий из пункта управления с ножом. И вот они бились здесь. Жуткое зрелище немец пишет. Света нет, у них фонарики. У нас, у моряков были лучины какие-то там горели. Двери открыты в хаотическом порядке. Стрелять нельзя, потому что рикошеты. И вот они положили 20 человек. Хотя все были изранены, все были избиты. 7 июня 42-го прямым попаданием вражеского снаряда была выведена из строя первая башня. Спустя некоторое время и вторая. Фашистам удалось полностью окружить батарею к 17 июня. Но она оборонялась вплоть до 26 числа. Боезапас закончился. Начали стрелять стрелистыми ядрами, стрелять, воспламенить полузаряды. По воспоминаниям ветерана 133-й пехотной дивизии вермахта, зарядами жгли немцам мясо до костей. Изначально на вооружении 30-ки были две двухорудийные башенные установки. Трехорудийными, снятыми с линкора Фрунзе, батарею перевооружили после войны. В состав музея фортификационных сооружений 30-я батарея вошла в августе прошлого года. Тогда и стали подготавливать экспозиции. Мы обращались в Совет ветеранов береговых войск. Мы обращались к тем людям, кто здесь когда-то проходил службу. Мы поднимали старые документы. Для того, чтобы говорить о том, что музей работает в полном объеме, нам необходимо открыть все экспозиции. Появятся не только новые экспозиции. Сами башни хотят реставрировать прилегающую территорию, благоустроить. Все это планируют завершить к 9 мая. Анастасия Синица, Деливер Меджитов. Новости Севастополя.